Приветствую, друзья! У нас завтра в 8 часов вечера бесплатный Ликбез. Прошу, как говорится, милости в гости, готовьте вопросы и зум свой готовьте, чтобы мы там все встретились. Я вам кое-что новое покажу и расскажу, и вы будете задавать вопросы, волнующие вас. Я вам на них буду отвечать. Вот эта картина прекрасная, называется... Шикарная картина, правда же? Милый, у тебя температура, она так меряет ему температуру, обнимает, а вообще-то это иначе называется встреча дня и ночи, или янь и инь. Ну вот, нам всегда не хватает этого равновесия. А книга новая, которую я закончил, отдал в издательство АСТ. И мы сейчас как раз-таки переписываемся с нашим литературным агентом, дорогой Нелли Зариповой, которая мне очень помогает, спасибо ей. И там я вставил кусочек в главу, который называется «Гений хрупок». Глава такая есть. Ну, вообще-то это будет книга века, друзья. Я из этой главы «Гений хрупок» кусочек вам просто сейчас прочитаю, чтобы вы были немножко в курсе и ждали эту книгу. Потому что это будет просто, ну, действительно книга века. Вот я прочитаю вам. Свобода есть такое понятие. И воля есть такое понятие. А я связываю логически некоторые вещи, которые от многих людей просто уплывают. Я пазлы эти складываю. Свобода, воля. А есть сила воли. А это сосредоточение. А сосредоточение – это напряжение. Начинается с обучением с детства сдерживать естественные потребности. Поэтому свобода в итоге – напряжение. И мой вам афоризм известный уже всем. Свобода – это способность управлять собой. Если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять другие. А внутренний диалог. Вот много там психологи обсуждают внутренний диалог. Нужен он нам или нет. Мешает он нам думать или не мешает. Спать мешает или нет. Внутренний диалог – это внутренняя проекция внешних социальных взаимодействий. Модель взаимодействия с обществом. Потому что человек – социальное существо. И вот здесь главное. Если вы делаете волну, например, пустив мысли на самотек, или шалтай-болтай, или другое действие, которое синхронно вам, и на этом фоне переживаете предстоящую встречу, или решаете волнующий для себя вопрос, то в конечном счете, в результате, выходите в нулевое состояние. Это переход из стресса в состояние безмятежности, где вы продолжаете решать свои вопросы уже на фоне вот этого так называемого дефолта мозга, когда отключается эмоциональное сопровождение ваших мыслей. И там нет внутреннего диалога. Если это в обычном состоянии, пассивном, это будет нирвана. А если вы это делаете в активной деятельности, например, решая какой-то волнующий вопрос, или там рисуешь картину, как я рисую, или пишешь книгу и задумался, сосредоточено, то это уже будет поток по Чик-Сен-Михаи. А эта встреча как раз-таки вот, когда отключается внутренний диалог, встреча с так называемым, как говорил Тесла, абсолютом, где находите решение. А вот эта вот способность сосредотачиваться, которая свойственна многим людям, ну и непроизвольно можно сосредоточиться, увлечься, например, какой-то рекламой, или интересной картиной, или книжкой, а можно произвольно сосредотачиваться. Вот таких людей, которые произвольно сосредотачиваются на том, о чём они хотят думать. Много среди нас? Или они редки? Вот это же вопрос. Вы напишите мне там ответы. Вот непроизвольно сосредоточиться в условиях сильного напряжения? Можно. Вот у меня была такая картина, ну, не картина, а стихотворение к картине, которая называлась «Поющие над вселенной». У меня там было стихотворение к ней, там, ну, вам для настроения. «Меня пронзила бесконечность, разумность жизни, беспредельность, вселенная разум, бесконечность, во всякой точке пронизающая, невмешивающаяся и непроявляемая, всегда везде сопровождающая, всё знающая и понимающая. И только здесь, как проведение, на самом пике напряжения, в момент мой рваный, в кризисе открылась, меня сковало и держало, чтобы я остался ещё быть, как звёзды разум бесконечный, в холодной ночи, бесконечной, вечной. И вмиг исчезла со всем своим мироизданием, во мне оставив вечный след, мне вечно размышлять о том, с чем я столкнулся, с собой или с космосом каким, и тихо понимать, что тайну, сколь я живу, мне не открыть, что в диалог не дотянуться. Слушайте, а я вспомнил сейчас стихотворение моего любимого поэта Халила Джебрана. Не поодиночке, а вместе мы идём к нашему высшему, божественному Я. Мы одновременно и путник, и его дорога. И мы в ответе за тех, кто идёт позади нас. Но мы в ответе и за тех, кто шёл впереди нас, был ловок и проворен в ногах, упал и не убрал камень с дороги. Вот видите, какая история. А сейчас от комара-беспилотника, вы знаете, кто следит за моим ютубом, что это такое. Ужасная ситуация у всего человечества. Попали в такую жуткую неопределённость и хотят нас расчеловечить, сделать высполнительными роботами. Но комар-беспилотный, он же такой, он пройдёт сквозь тернии к звёздам, раскроет эти замыслы, друзья. И мы всё равно победим, если будем вместе. Поэтому давайте, как говорится в песне, возьмёмся за руки, друзья. Ну и так, пишите комменты. Напоминаю, до забывчивых. Такие тоже есть. Завтра ликбез. И у меня на канале Ютуба очень много различных названий. Иногда новичок может запутаться, что ему смотреть, что не смотреть. Там много названий, но внутри которых есть слово ликбез. Это обязательно нужно смотреть. Со словом ликбез. Потому что любой человек, который входит в эти ролики, а их там много, много тоже. Со словом ликбез. Это помощь. Это ближнему в наше трудное время. Да. Помощь нашему ближнему. Это моя помощь. И всей нашей школы, человек будущего, Homo futurus. Потому что на самом деле наше будущее внутри нас. И от нас всё зависит. Да. Освободиться от страха, комплексов, стереотипов. Условно говоря, встреча с Абсолютом. Это законы природы, которые внутри нас. Это наше творчество. Потому что человек по природе творец. До встречи, друзья. Да. Да.